Здесь три слова, ну и все три что-то значат, да, и поэтому хотелось бы по ним пройтись. Скажите честно, кто знает, что такое Хана? Так, ну тебя не считают Исапа, а вот то, что хоть кто-то еще знает, это мне действительно на самом деле приятно. Как-то наша работа по донесению на рынок, что это такое, работает. Поэтому начну, собственно, идти ровно по словам, рассказывать, что каждое из слов значит, чтобы как-то рассказать с самого нуля, с самого начала, что это такое, что это себе представляет, и главное, зачем это надо. Итак, что такое Хана? На самом деле, порядка 7-8 лет назад компания сам, проанализировав то, как работают наши ERP-приложения, и проанализировав, как работают наши порядка 200 тысяч клиентов, поняли, что одной из ключевых проблем того, что у пользователей и у клиентов система работает плохо и не так, как они этого хотят, является то, что база данных медленно отдает информацию для сервера предложения. Это, в целом, такой достаточно понятный тезис, мне кажется. И одним из вопросов стало, а что можно сделать для того, чтобы это все начало работать лучше? И, собственно, наш основатель, кажется, Платнер придумал такую вещь, как Хана, которая является in-memory-бузой данных. То есть, Хана, это in-memory-бузой данных. Кто сталкивался с такими явлениями? Кто-нибудь уже работал? Кто мне может рассказать, например, какое определение у in-memory-бузой данных? А какой в номере? Ну, вот тут вот начинается как раз и тезис. В кэше это разный уровень, соответственно, выгодность отношений, а в тезис и тезис. In-memory-бузой данных – это встаившееся понятие сейчас на рынке. То есть, вот, Гартнер выделяет такое понятие, как in-memory-бузой данных. Это не так. Ну, хорошо. Ну, ваше понимание, скажите вы. То есть, вы можете максимально загрузить кэш или там, если у вас есть отношения кэш или там, если у вас есть отношения кэш, кэш и внешних носителей, соответственно, ускоряя кэш и тезис на рынке на память не будет. И на самом деле, использование с ассоциацией носителей, она тоже разная. Я сам русский, наверное, был упустой. Именно. Чем уже можно загрузить память, тем… Да. Чем ближе к процессору, тем быстрее у вас работа с системой. Но проблема стоит в том, что вы задавите работу с ассоциацией, и с ассоциацией системой, и у вас кэш и тезис становится от этой памяти. Да. А если у вас есть определенный память, который процесс вы найдете, то есть, как и так. Отлично. Вот мне кажется, вы рассказали практически все, что только можно было рассказать. На самом деле, все действительно так, и основной идеей работы ХАНа как базу данных являлось то, что всегда раньше был упор на то, как быстрее прочитать жестко-внизко и получить информацию в нашей памяти, и потом ее как-то обработать. Да. ХАН изначально разрабатывалась как базу данных оперативной памяти, и значит, все процессы и всю обработку, которую ХАНа проводит внутри себя, считывание, аналитика, проведение джоинов, всевозможные действия внутри себя, она проводит исключительно в оперативной памяти, не обращаясь к жесткому низу. Сразу сейчас там с задних рядов могут сказать, что при этом у нас все плохо с точки зрения того, если мы выключаем свет, у нас оперативная память чистится, и поэтому все исчезает. Да, действительно, когда мы говорим про то, что мы делаем запись, для того, чтобы транзакционные бизнес-критичные системы могли работать с такой базой данных, мы обязательно пишем лог. С точки зрения того, как работает система на запись, она сохраняет все на диск. С точки зрения того, когда нужно сделать вычисление, сделать чтение, вот действительно те вещи, которые очень сильно нагружают базу, это все происходит в оперативной памяти. Да, и здесь крутится вся информация, и ключевое слово, вот было в определении сказано, что как можно больше информации положить в оперативную память, HANA определяется следующим, что вся база данных хранится в оперативной памяти. Да, то есть это вот ключевое направление, ключевой момент работы HANA, что мы свою разработку не направляли на то, чтобы как-то оптимизировать работу жестким диском, потому что мы его не предполагаем использовать вообще в рамках своей работы, когда мы говорим о чтении или обработке данных. Это вот такой небольшой экскурс в историю. Внутри HANA используется огромное количество различных механизмов для того, чтобы оптимизировать работу, это и поколоночное хранение, и там многопроцессорная обработка, параллельная обработка данных. Много всего было применено, и ключевое, что вам необходимо знать, это то, что когда мы берем, например, стандартный Oracle или стандартный MS SQL, по нашим практикам сжатие данных здесь от 4 до где-то 15 раз. Да, компрессия данных. Это ключевой момент, потому что наверняка многие из вас сейчас, когда думают о том, чтобы всю базу данных положить в оперативную память, задаются вопросом, у нас же там огромные объемы, как мы это все уместили. Во-первых, присутствует сжатие, и как показывает наша практика, действительно это сжатие достигает до 15 раз. Отличный пример, мы работали с коллегами из МТС Украины, у них база данных, а именно активность клиентов, то есть звонки, интернет, все, что они делали в рамках сотовой сети, она у них, пожалуй, в 30 раз. То есть здесь очень большой разброс может быть в зависимости от того, какие данные мы берем, но сам факт того, что вам нужно понимать, что ваша база сжимается, и поэтому вам не требуются такие огромные объемы, как могло бы представляться раньше. И поэтому второй тезер, что сейчас оперативная память достигает уже до 12 терабаев в рамках одного сервера. И дальше это может расширяться уже, там, многосервенная архитектура, кластеры и так далее. Вот это такой краткий эксурс в то, что из себя представляет HANA. In-memory базы данных с быстрым обработкой, быстрым хранением данных. Второй тезис, который, собственно, также, как мне кажется, необходимо понимать. Когда мы разрабатывали эту платформу, мысль была следующая. Если у нас уже все данные находятся в оперативной памяти, значит, мы можем эффективно над ними проводить вычисления. Да, они уже у нас есть, они уже у нас загружены, бери их, считай. Плюс то, что мы используем многопроцессорную, многоядерную архитектуру, позволяет нам делать это достаточно эффективно, внедряя, собственно, в движок HANA возможности по параллельным вычислениям. Да, и внедряя туда уже такие функции, такие механизмы, которые будут обеспечивать. И если сейчас мы сказали, что HANA может данные хранить, то, помимо этого, внутри нее есть ряд сервисов, которые предоставляют возможность внутри этой же HANA делать расчеты. Да, это так называемый Calculation Engine, это встроенные функции как бизнес-функции, так называемые BFL. Это набор функций, которые чаще всего по нашей практике используются в бизнес-приложениях, таких как ERP, либо в аналитических хранилищах данных. И они содержат достаточно много интересных вещей. Второе, это... Второе, это PAUS, predictive analytics library. Это, собственно, уже предиктивные функции, которые, благодаря которым можно строить достаточно сложные математические модели, делать прогнозные модели. И все эти вещи, они могут использоваться внутри HANA, то есть внутри нее может вписаться блок расчетов для обработки этой информации. Да? Помимо этого, есть текстовая аналитика, то есть текст майнинг. Это возможность обработки неструктурированных текстов, когда вы подаете на вход набор фактических слов, оттуда выделяются какие-то ключевые слова, выделяются объекты, к которым относится информация, выделяются числительные, там, может определиться, что, например, сумма была такой-то, да, то есть, грубо говоря, возможность обработки текстов с точки зрения выделения из них какой-то действительно важной информации. Обработка геоданных, да, мы можем на самом деле продолжать достаточно долго, но суть в следующем, что помимо хранения информации, HANA предоставляет возможность эту информацию обрабатывать. И вот вам, как там, разработчикам или стартаперам, кто хочет использовать какие-то возможности, когда вы думаете над тем, какую архитектуру мы хотим реализовать для, там, реализации собственных идей, да, обычно вы берете хранилку, потом думаете, так, нам нужен еще модуль, где можно делать расчеты, еще нужен модуль, где мы будем прогнозировать, да, и все это складывается из такого большого количества разных кубиков, да, когда мы говорим о том, что мы предоставляем вам, как разработчикам, платформу, да, мы говорим, что в рамках этой платформы вы можете реализовывать от хранения данных до обработки, и также, третий кусочек, о котором немаловажно надо сказать, то, что мы также в рамках этой платформы предоставляем возможность написания и пользовательского интерфейса, да, то есть, скорее, у логики пользовательского интерфейса присутствует такая структура, как Access Engine, которая заключается в следующем, что в рамках этого движка вы можете на JavaScript разрабатывать логику своего приложения, да, того, как это приложение будет работать с данными, да, то есть, фактически в рамках стека HANA вы можете реализовать хранение, вы можете реализовать обработку, и также здесь присутствует, можно сказать, что это некий веб-сервер, да, ну, подобие веб-сервера, на котором вы можете реализовать также и логику приложения. И все, что вам останется сделать, да, сейчас я бы позже вот эту часть договорю, все, что вам останется сделать, это написать на HTML-кайт, например, ваш интерфейс, с помощью которого вы будете это выдавать вашим пользователям, да. Вы сказали, что сильно происходит сжатие, за счет чего? Я правильно, потому что жертвы и все они сжатают. Еще раз, за счет чего происходит сжатие? Существенное сжатие. Сжатие происходит за счет того, что мы храним по-другому, за счет того, что там используется поколоночное хранение. Казалось бы, любая база, любая база старается максимально плотно хранить информацию, чем лучше. Тут совсем другой подход к хранению информации. Вы знакомы с поколоночным, построчным подходом к хранению? Давайте я буквально, если есть такой вопрос, я о нем немного расскажу. Второй вопрос. Вы какой-то органат, да? Да. Окей, то есть, если сейчас, там, импульс, как можно будет, ик-3, то вообще все вообще будет. Смотрите, тут вопрос в следующем. Что этой базе и нашей технологии уже порядка 8 лет, да? И мы ее разрабатываем совместно с Intel. Одно из условий того, что HANA работает, это использование под нее Intel серверов. Поэтому все новые наработки, которые Intel выпускает в рамках своих процессоров, в рамках своих систем, мы в том числе поддерживаем. В том числе и новые возможности их там процессоров. Если... Я просто не знаю о технологии, о которой вы сейчас говорите, поэтому... Вместо всей внешней памяти будет, и все рамы будет, но уладает высшая память. Да, я слышал об этом. Окей. Как только выйдет, мне честно, вот сейчас про нашу разработку не могу сказать. Возможно, они с Intel уже прорабатывают этот вопрос. Да, и поэтому... Я сейчас могу вам соврать, да? Поэтому я лучше... Могу отложить, задать этот вопрос нашим разработчикам, и вам потом это прислать. Что касается метода хранения, да? Это был задан вопрос по поводу того, почему мы сжимаем данные. Ну, да. Примерно так у нас выглядит стандартная табличка нашей базе данных. Да? Имя, фамилия, зарплата, какая-то информация. Мы говорим сейчас про структурированные данные. И мы работаем с неструктурированными данными. Про неструктурированные данные я не говорил, что мы их желаем. Мы их обрабатываем... Тогда все. Все, хорошо. Могу не забывать. Потому что в инфор... И здесь идет речь о том, что мы, когда обрабатываем неструктурированную информацию, которая к нам поступает, мы ее как таковую, Мы ее можем хранить внутри себя Мы ее дополнительно, к сожалению, не сжимаем Потому что уже и так куча эффективных способов сжатия Но мы из нее выделяем определенные понятия, определенные сущности И их мы уже храним как структурированную информацию Как некоторую таблицу с тетисами, которые мы выделили из того или иного документа И вот эти таблицы мы уже, безусловно, сжимаем в новом Хорошо? Вернемся тогда к нашей картинке Собственно, о чем мы поговорили То, что у нас есть возможность хранения данных У нас есть возможность обработки и проведения расчетов И у нас есть возможность написания логики приложения С точки зрения того, как пользователь работает с нашими данными Фактически у нас, получается, есть весь стек, который нам необходим Для того, чтобы создавать какие-то приложения Которые, собственно, все эти три сферы и затрагивают И, собственно, здесь появляется второе слово названия А именно Cloud Что это означает? Что все вот эти вещи, о которых я сейчас рассказал Вы можете для себя использовать в Cloud При этом мы сегодня вам покажем То, что реальный доступ, то есть некий пробный доступ к системе Возможно, бесплатно То есть любой может зарегистрироваться, начать что-то делать И попробовать, как это работает Да, там ограничения Насколько я помню, это 1 гигабайт оперативной памяти Да, но для тестов, мне кажется, этого вполне достаточно Плюс, если мы говорим про многопользовательскую систему То здесь нужны уже платы аккаунта Но при этом в реальной версии все могут заходить через одного юзера То есть если вам не нужно какое-то разделение прав внутри базы То на реальном аккаунте это все можно реализовать И в целом, я думаю, Слава в конце расскажет Что также если вы как стартап или новый разработчик Предлагаете какую-то креативную идею Вы можете всегда связаться с нами И мы совместно уже можем порабатывать идею Например, о предоставлении вам не только реального аккаунта Но и чего-то уже более серьезного Чтобы вы продолжили свою наработку И чтобы вы уже на более серьезный уровень выходили со своими идеями Вопрос по поводу не структурированной информации Поподробнее, какие типы не структурированной информации вы поддерживаете? Меди, нужно работать с меди-информацией? Нет, сейчас мы не говорим про видео или аудио файлы Мы в первую очередь говорим про обработку текстовых данных Это PDF, Word файлы, какие-то XML, которые мы получаем из соцсетей То есть это в первую очередь такого рода информация То есть со звуком вы не работаете? Да, если мы говорим про звук, то есть разные методы У нас есть действительно проекты, где мы обрабатываем и видеоинформацию, и звуковую информацию Но здесь между нами и источником информации стоит часть всего партнера Который занимается обработкой этих данных с точки зрения обработки видео Например, для обработки аудио То есть автоцифровывание, приведение этого к некой структурированной информации И уже загрузку к нам для дальнейшего анализ Да, то есть такие проекты у нас есть Но именно с самой обработкой видео мы не понимаем Я думаю, что у нас были все рассчитаны на структурированной памяти Я думаю, что у нас была все рассчитаны на структурированную память На та архитектура структурированной памяти Ну, что вы понимаете? А когда-либо всякий отказа на одной из них не может обращаться к памяти? Может То есть там с тема одна? Да А как она будет? Но там используется общая память сервера, то есть это интеловые сервера, и кто-то... Это совсем внешняя память сервера. Ну да, да, да. Когда мы говорим про... Что значит внешняя память? Это не выделена отдельная рамка от отдельных процессоров. У процессора есть хеши своего уровня, к ним уже никто, естественно, из соседних ресторанов обращаться не может. Но мы говорим про общую оперативную память. Сервер. Я понял, что вопрос, коллеги, был следующий. Есть кластерная технология классическая, HPC, да, а есть классическая SMP-система. С какими типами? Когда мы говорим про построение архитектуры с точки зрения серверов, кластер, не кластер, да, то здесь уже как раз мы говорим о том, что у нас есть возможность так называемого scale-up, то есть роста в рамках одного сервера, как я уже сказал, до 12 ТБ. Да, сейчас это, насколько я помню, 16-процессорные сервера, интеловые, с 12 ТБ оперативной памяти. Это называется scale-up. Когда мы говорим про то, что мы переходим уже на кластерную технологию, да, когда у нас используются сервера в связке, то здесь уже shared nothing, да, то есть когда мы, каждый сервер имеет доступ только к своей оперативной памяти, и, соответственно, к соседям, с соседями они общаются только через либо Fiber Channel, либо через InfiniBand, да. На самом деле вот мы как раз сейчас начинаем работать с power-ами, да, и там уже появляется возможность и до 18 ТБ. Так вот, и, собственно, когда мы говорим про второе слово из нашего названия, а именно про клауду, здесь уже возникает вопрос того, что вам необходимо, собственно, из этого клауда получить. И здесь можно там провести разделение на три таких основных группы, это, ну даже, Infrastructure Services, да, это возможность выделения в рамках этого облака для вас области хранения данных, там, от 32 ГБ и до ТБ на текущий момент, в дальнейшем будет больше объем памяти. То есть, первое, это предоставление сервисов с точки зрения хранения. Вы можете, например, только хранить данные, вам кроме этого ничего не надо, вы дальше сверху пишете свое приложение, никакими внутренними возможностями ханы вы даже пользоваться не хотите. Да, это такая первая часть, здесь предоставляются сервисы по отказу устойчивости, по копированию, катастрофу устойчивости, то есть здесь уже мы говорим о том, что для продуктивных систем это 99,9. Да, то есть это реализация уже отказа устойчивости для таких серьезных систем, которые работают с бизнес-критичными данными. Когда мы поднимаемся чуть выше на следующий уровень, появляется такое понятие, как DB-сервисы. Здесь уже мы говорим о том, что если вы загрузили данную в нашу систему, и вы хотите с ними что-то делать, обрабатывать, делать расчеты, то как раз здесь вы получаете уже возможность и текст майнинга, и использования различных функций по прогнозированию, бизнес-функций и всего того, что есть внутри ханы с точки зрения обработки информации. То есть здесь, на этом уровне, вы уже можете создавать свои собственные приложения, свои собственные расчеты, и сюда же входит возможность использования XS сервера. Это построение уже логики приложения внутри хана. То есть по факту на этом уровне вы уже готовы для того, чтобы на хане реализовать полностью свое приложение. И третье, о чем Георгий поподробнее расскажет, это application сервис. Это уже следующий уровень, когда мы говорим о том, что мы для вас сделали какую-то подготовленную структуру для различных вариантов. Во-первых, это аналитические сервисы. То есть внутри клауда содержится уже, если слышали такое понятие, как Business Objects, содержится встроенный сервер BI Business Intelligence, который вы можете использовать как для своих целей, то есть для собственной аналитики по своим приложениям, либо для предоставления этих сервисов уже вашим пользователям. Например, вы создаете систему, которая анализирует клиентов и строит, например, прогнозные модели по удержанию клиентов. И в качестве результата вы предоставляете некий коэффициент, во-первых, вероятности того, что клиент уйдет, например, к другому банку или к другому ритейлеру, не знаю, в зависимости от того, в какой компании вы работаете. И всегда клиенту интересно, помимо того, что просто увидеть вот этот новый столбец с расчетными показателями, которые ваша модель, например, посчитала, ему интересно начать анализировать, какие группы клиентов более вероятны, что уйдут, как они делятся между собой, кто, например, какой сегмент с точки зрения возрастного порядка самый вероятный для того, что они уйдут в конкуренты. В зависимости от этого, если вы как стартап предоставляете свои услуги крупной компании, например, ритейлеры, банковской, либо нефтяной компании, по такой аналитике, то они уже пользуются этими сервисами и проводят свою анализ. То есть некий готовый фактически инструмент для предоставления это, конечно, пользует. Дальше мы говорим о том, что кроме этого, безусловно, предоставляются сервисы по security, то есть это возможности аутентификации через какие-то внешние сервера, через внешние сервера аутентификации, тот же микрософтский сервер. Здесь уже большой выбор, когда мы говорим о том, что, например, вы как разработчик создали свое приложение, которое для конечного клиента, которому вы это предоставляете, должно связываться с его бизнес-системой, с ERP, например, либо с какой-то аналитической системой внутри него. И вы хотите, чтобы переход у клиента от своего приложения к вам происходил без каких-либо дополнительных вводных, с возможностью передачи информации, с помощью этих сервисов вы легко это можете делать. И таких сервисов на самом деле достаточно много. Они в себя включают возможность хранения документов в рамках клауда, то есть это так называемый документ-сервис. И, безусловно, сервисы, связанные с Internet of Things, то есть это уже готовые модули, позволяющие легко авторизовать новые девайсы, подключать их к своей системе, определять для них, какого рода сообщения вы будете с ними огрениваться, в каком формате синхронные, асинхронные. То есть уже такие готовые интерфейсы для работы с IT. Кроме этого, знаете, есть такая технология, которая называется Mobiling. Кто-нибудь слышал? Это достаточно сейчас распространенная тема в рамках Internet of Things. И у нас, например, совместно с Портом Гамбурга на этой основе был сделан проект, когда коллеги создали единую систему по управлению логистикой в рамках города. Да, потому что Порт Гамбурга, он находится в черте города, и одной из проблем было то, что там очень сложная логистика, потому что порт находится на реке, и поэтому, когда ты подходишь к определенной пристани, чтобы получить контейнеры с разгружающегося танкера, это занимало часы, потому что очень сложная логистика, очень сложное направление, и они сделали систему, которая в реальном времени отслеживала все грузовики, которые попадали в Порт Гамбург. И эта система позволяла диспетчерам четко понимать, во-первых, связку с тем, что когда приплывает тот или иной танкер, есть ли какие-то задержки, изменения в графике, есть ли где-то аварии на дороге, и изменять, собственно, пути тех грузовиков, которые к этому танкеру, например, имеют отношение. И таким образом они в реальном времени могли отслеживать ситуацию, они могли ее менять, они могли в реальном времени отправлять сообщения водителям, у которых у каждого было поставлено устройство, на котором было приложение, получающее в онлайн информацию от диспетчеров. Таким образом они очень сильно разгрузили логистическую карту и логистику внутри города. И вот в рамках всего этого использовалась как раз технология Mobility, которая заключается в том, что когда мы с вами говорим о Internet of Things, всегда присутствует несколько уровней того и тех людей, кто участвует в рамках этого проекта. Во-первых, это, безусловно, те производители оборудования, которые предоставляют девайсы. Второе, это вы либо какой-то партнер, который создает собственные приложения на базе информации, которые с этих девайсов можно получать, какую-то аналитику. И третье, это чаще всего некий сотовый оператор, потому что вопрос того, как мы связываемся с конечным пользователем, если это человек, если это не устройство в рамках внутренней сети, а если это человек с мобильным телефоном, то здесь появляются сотовые операторы, как раз Mobiling – это протоколы, которые позволяют с помощью сотовой сети организовывать интернет вещей. То есть это достаточно такая интересная технология, сейчас очень сильно развивающаяся, в связи с тем, что тема Internet of Things вообще, мне кажется, одна из трендов на рынке на сегодняшний день. Таким образом, о чем мы поговорили? Мы поговорили о том, что такое HANA, она состоит из трех вещей – хранение, обработка и создание приложений. И ровно примерно на те же три вещи делится и тот клауд, где вы можете для себя получить, собственно, платформу для использования. И в рамках этого клауда вы получаете, во-первых, инфраструктуру с точки зрения того, где хранятся ваши данные, как они хранятся, различные модели данных. Второе – это сервисы по обработке этих данных. И третье – это уже готовые приложения для того, чтобы проще доносить до конечного пользователя ту информацию или тот сервис, который вы предоставляете в рамках своего стартапа, в рамках своей гениальной людей. Поэтому три основных кусочка. Я думаю, сейчас Георгий покажет, как это все работает, и поподробнее расскажет про application сервисы. Поэтому, я думаю, мы можем перейти на демонстрацию. Собственно, в рамках демонстрации, что хочется показать. Во-первых, мы покажем, как вы можете там зарегистрироваться и получить очень просто новый аккаунт для себя, причем вы получаете его бесплатно, и покажем, как же можно с нуля начать какую-то разработку, чтобы вам было понятно, вообще из чего состоит сам этот клад. Если вопросов нету к Сергею, давайте тогда продолжим. Я сейчас, собственно, покажу, что из себя представляет HANA Cloud Platform и как с ним можно работать. Как им шифровывается? HANA Cloud Platform. HANA шифровывается как High Performance Analytical Appalance. Да, это то, как изначально оно называлось. Ударением на первый стоп. Соответственно, вначале еще одно дополнение. Вообще, для чего можно использовать HANA Cloud Platform? Здесь мы выделяем три основных сценария. Первый сценарий – это разработка своих приложений с нуля, либо используемых тех шаблонов, тех сервисов, которые HANA Cloud Platform предоставляет. Это первый сценарий. Второй сценарий – это расширение уже существующих приложений. То есть это могут быть как, допустим, САП-приложения, причем как облачные САП-приложения, как и On-Premise-приложения, допустим, САП-ерпи. Так это может быть и не САП-приложения. И третий сценарий, который мы можем использовать HANA Cloud Platform, ну или сокращенный HCP, я буду говорить, это интеграция между собой различных приложений. То есть те, которые установлены в облаке, и те, которые, допустим, установлены в Кенте и в клиенте. Ну и причем, соответственно, мы можем создавать приложения как для корпоративного сегмента, да, B2B, B2C, так и для сегмента C2C, да, то есть для пользовательских каких-то приложений. Начнем с того, что... Давайте еще один момент. Какие есть инструменты разработки HCP, HANA Cloud Platform? Здесь можно выделить, ну, наверное, три основные группы. Ну, первое – это так называемая панель управления, Коппит, который я сейчас буду показывать, где вы, собственно, администрируете вашу платформу, администрируете ваше приложение. Второе – это инструменты разработчика. Их можно разделить на два типа. То есть первый тип – это те, которые устанавливаются на настройный компьютер пользователя, да, то есть персональный, на desktop вариант. И второе – которые могут работать через браузер веб. То есть, в принципе, вы можете полностью ввести разработку через веб-браузер и не инсталлируя у себя на компьютер практически никакого софта. Есть специальная страничка, потом мы, в принципе, перешлем все полезные ссылки, да. Вот есть такая вот страничка, на которой есть ссылки на необходимые инструменты, которые нужно закачать себе на компьютер для того, чтобы ввести разработку HANA Cloud Platform. Ну, какие это инструменты? Во-первых, это и клип-среда, то есть это стандартная клип-среда, идея, да, и к ней необходимо установить два плагина – SAP HANA, первый плагин, и второй плагин – SAP HANA Cloud Platform. И тогда, в принципе, вы можете начинать разработку приложения. Это что касается скорых вариантов. Какие можно создавать приложения в рамках HCP? Сейчас на данный момент доступно три вида приложения, да, три среды разработки. То есть это родные HANA-приложения, которые создаются в рамках движка HANA и стандартная джава. Второе – это Java-приложения, то есть поддерживает спецификацию Java, и, в принципе, любое Java-приложение можно портировать HANA Cloud Platform и выполнять это, да, либо создавать эти приложения с нуля. И третье – это HTML5-приложения, написано на HTML5, и которые используют RedService для того, чтобы обмениться данными консистентами. То есть три вида приложений на данный момент доступны для разработки. Но компания SAP является, в принципе, одним из основных учредителей и очень активным участником проекта Cloud Foundry. Я не знаю, слышали или не слышали о таком проекте. Это OpenSpace – облачная платформа, да, это сервис. Учредителями этого проекта также являются другие. Там известная компания типа Intel, HP, ну и так далее, да, IBM, то же самое. И, по сути, вот в этой вот облачно-открытой платформе есть возможность разрабатывать на, ну, очень большом спектре разнообразных там сред разработок, которые сейчас, в принципе, популярны, да, в нашем современном мире. То есть это, допустим, Ruby on Rails, да. Это, например, всевозможные варианты JavaScript-приложений, тоже, допустим, Node, JS, да, движок, ну и так далее. Ну и, собственно, в дальнейшем времени в HANA Cloud Foundry появится возможность использовать все те среды, которые есть в Cloud Foundry для разработки. То есть в этом плане HCP будет более, скажем так, открытая и более доступная для, практически, там, различных вариантов разработки. Ну, давайте тогда начнем, попробуем что-нибудь сделать. Вот это вот начальная страничка HANA Cloud Platform, в которую мы можем, в принципе, зарегистрировать наш реальный аккаунт. Здесь есть кнопочка «Создать аккаунт». Регистрация очень простая. Здесь нужно ввести там, в принципе, минимум информации, фамилия, e-mail, пароль, ну и, в принципе, подписку на какие-то сообщения. После этого нажимаете «Регистрацию», и на тот e-mail, который вы указываете, приходит ссылка по активации вашего реального аккаунта, после активации которого вы, в принципе, можете им пользоваться. А реальный аккаунт, он, ну, практически полноценный аккаунт, там есть небольшие, скажем так, отличия, конечно же, код коммерческого аккаунта, вот Сергей о них уже упомянул, но, в принципе, для цели разработки и для цели ознакомления вы вполне его можете использовать. Я процедуру регистрации проходить не буду, то есть у меня уже есть регистрированный реальный аккаунт, а теперь я поставлю в свою систему. Какие у него ограничения? Месяц, два? Во времени ограничения нет. Есть ограничения по доступным ресурсам, то есть там количество памяти, которое вы можете использовать, объем вас данных, которые вы можете развернуть на реальный аккаунт. Вот, и еще одно ограничение то, что для всех реальных аккаунтов используется один instance-hub, да, то есть как бы который просто разделяется между семью участников. Если у вас уже свой аккаунт коммерческий, да, то у вас там свой instance-hub, который вы можете там полностью использовать. Ну вот, это наш хок-вид, так называемый панель управления. Что здесь есть? Ну, во-первых, сейчас я нахожусь в так называемом разделе Dashboard, где проведена сводка тех приложений, которые сейчас на данный момент разберуты в моем каунте, в моей платформе. Ну, вот здесь как раз мы видим, что доступны три вида приложений, то есть HANA и XS, это родные HANA приложения, Java приложения и HANA приложения. Давайте я сейчас как сделаю? Ну, то есть я немножко пройдусь по основным разделам платформы, да, вот этого панель управления, покажу, что это такое, а потом мы с вами посмотрим, как прямо из панели можно создавать, ну, простые приложения, да. Мы посмотрим, приложение создание приложения HANA XS и создание приложения HTML. Можно просто решать. Да. То есть, по сути, это платформа как сделать, правильно? Да, 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 это платформа как сделать. Как сделать этот формат, то есть у нас приложение, которое заматывается в кипсовоками, прибрается, потом в платформу и они располняются. Да. Это первый вариант, то есть то, что вы можете загрузить конечно использовать для приложения? Да, да, конечно использовать. Либо второй вариант, это по объему системы, которую вы будете использовать. То есть вы можете либо, ну да, которым вы будете пользоваться. То есть два варианта. так, ну, соответственно, первый раздел, это HANA-инстансы. То есть это те инстансы HANA, да, те экземпляры HANA нашего решения, да, которые доступны в рамках вот этого парфорта. Ну, здесь у меня создан один инстанс, потому что это реальная версия, здесь я не могу создавать больше, да. Он называется DemoXS, он работает, все нормально. Можно зайти и посмотреть детальные метрики по этому экземпляру, то есть характеристики, и как эти характеристики меняются в течение времени. То есть у нас определенный мониторинг этого HANA-инстанса действующего расхода. И также здесь видно, что на HANA-инстансе развируется одно приложение. Мы потом посмотрим, что это за приложение. Дальше, соответственно, ссылочка идет на те приложения HANA, которые есть в платформе. Но сейчас на данный момент доступно только одно приложение. Следующий раздел – это Java-приложение, которое развернуто на платформе. Здесь сейчас развернуто одно Java-приложение. Это вот, видите, по аббриатуре, это как разное приложение, которое позволяет работать с нашими сервисами NetWay. Т.е. это некая панель управления, которая позволяет вам настраивать девайсы и, скажем так, тестировать подправку и получение сообщений между девайсами и платформами. Следующий раздел – это датабейсы-схемы. Т.е. это, по сути, те базы данных, которые создаются в рамках инстанция HANA. Ну и, кстати, надо добавить, что, в принципе, можно использовать не только HANA в рамках нашей платформы. У нас есть еще одна база данных – Sidebase. Она тоже может использоваться для того, чтобы хранить данные. Но в ней, конечно, нет тех возможностей по обработке данных, которые есть в HANA. Ну и вообще, с точки зрения позиционирования, чтобы было понятно, да, основная идея – это создание приложений на базе HANA, а использование Sidebase IQ в случае, если мы говорим о том, что вы храните большая мирно-историческая информация, чтобы вам не платить там дополнительно деньги за больший объем HANA. И эти данные используются не так часто. Вы можете загружать их в Sidebase IQ, которые также поколоночно и сжимают нашу информацию. И уже по необходимости оттуда эту информацию добавлять к той аналитике, например, которую вы выдаёте, конечно, пользоваться. Как некий архив. Как некий архив, да, именно так. Собственно, для наших бизнес-приложений, когда мы говорим про использование уже там Soda у клиентов, то, собственно, мы такой же подход говорим, что если в рамках бизнеса вы понимаете, что какая-то информация является архивной, да, например, она используется только для аудита, либо там раз в год она куда-то загружается и распечатывается, то вы можете её скидывать на… выгружать из InMemory платформы, чтобы не тратить там большие деньги на аппаратные средства. Она тоже не реализована. А, а не оперализационная. Не реализована. Да. Просто там используется другой подход хранения информации, которая называется каталомочной, но при этом она соответствует всем требованиям в реализационной базе, да, ASEP, так называемый, и юридическая системность. Да, 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 да. И, собственно, поддерживает, использует запросы. Следующий раздел – это управление HTML5 приложениями. Мы здесь сейчас продвинуем одно приложение, которое неактивно. А также ещё, может быть, будет интересно, раздел «Репозитория и документы». То есть это как раз вот те сегменты, да, те архивы, которых в рамках платформы можно хранить неструктурированную информацию, то есть документы, то же самое. Так, ну давайте теперь попробуем создать какое-то приложение, да, в рамках нашего панель управления. Будем использовать вариант приложения охрана. Для этого я что делаю? Я захожу в InstanceHUD, и здесь есть специальная ссылочка на так называемый Development Workbench, да, который работает в Web. То есть я загружаю его. Это, по сути, ну, некий инструмент для того, чтобы управлять и, скажем так, администрировать ваш Instance, ваш экземпляр в рамках этой платформы. Через вариант Web-версии, да, там доступны не все возможности, но то, что нам надо, то есть мы, в принципе, там доступны. То есть в этом варианте мы можем создать приложение, да, запустить это приложение, ну, и посмотреть, как оно работает. Я уже здесь подготовил одно приложение, давайте просто посмотрим, что оно из себя представляет. Это, по сути, самое простое HANA-приложение. Оно создано как Instance Genmark.xs, называется оно, по принципу, уже принятой привычке Hello World, и, по сути, состоит из трех файлов. Первый файл – это файл доступа, то есть который говорит, какая есть файл доступа. Второй файл с таким обширением – это, по сути, просто-напросто признак, что это приложение является HANA-приложением. Ну и третий файл непосредственно содержит, ну, логику этого приложения. Логика следующая. Здесь определяется то задержимое, которое будет выводиться на нашей страничке. Потом создается запрос к базе данных, то есть к тому экземпляру базы данных, которые у нас работают на платформе. Выполняется установлен запрос, оттуда извлекается определенная информация, и потом эта информация, если она в этой таблице, в этой базе данных существует, она выводится на страничку. То есть, ну, такое вот простейшее приложение. Причем здесь можно посмотреть, скажем так, какие таблицы развернуты, да, в рамках нашего места с HANA. То есть я сейчас загружаю каталог HANA. Вот у меня загрузился. Здесь мы видим базу данных, которая сейчас есть у меня на платформе. И вот можно посмотреть табличку, которую я использовал для примера. Вот она называется DABIT. Вот она состоит, в принципе, из одного атрибута. И прямо отсюда мы можем генерировать некий select-запрос и посмотреть, что, собственно, в этой табличке хранится. Ну, в этой табличке вот хранится одна строка, которая расположена в принципе, да. Ну, как принято. Дальше. В принципе, приложение уже готово, его можно запускать. Запускаем прямо отсюда, нажимаем кнопочку «Выпустить» приложение, идет авторизация, и вот у нас результат пополнен. То есть мы вывели какую-то строчку и вывели то содержимое, которое у нас находится в табличке. То есть это вот первое простое элементарное приложение HANA. Можно строить более сложное приложение. То есть, в принципе, здесь есть возможность использовать определенные мастеры. То есть я создаю, обзываю меню «Создать приложение». И вот отсюда мы можем, в принципе, выбрать несколько комплейтов для нашего приложения. Давайте вот, допустим, сделаем еще одно приложение. И для него мы выберем комплейт HANA XS PLO. Вот это приложение. Посмотрим, как оно выглядит. Запускаю его. Здесь уже, скажем так, есть какой-то более сложный интерфейс. Есть возможность интерактивного взаимодействия с пользователем. То есть я нажимаю кнопочку и выложу определенные данные. И есть вариант этого приложения, написанный с помощью технологии UI5. Он немножко выглядит по-любому. То есть два раздела. Опять же то же самое окошко. Есть определенные вспомогательные кнопочки, с которыми можно взаимодействовать с пользователями. Ну и вот такие вот. То есть некий шаблон, который вы потом можете доработать для вашей цели. Это вот первый вариант использования панели управления для того, чтобы, скажем так, здесь, конечно же, это не среда для разработки полноценных приложений. Ну для того, чтобы создать какой-то прототип, да, создать какой-то черновик и шаблоны, это, в принципе, довольно круто. Второй вариант – это использование уже полноценных веб-айдеи, ну инструментов разработки, да, которые работают в графе веб. Давайте мы его сейчас попробуем. Я перехожу в раздел «Subscription», то есть в этом разделе я имею доступ к тем, это как бы не мои приложения, да, то есть это не те приложения, которые я сделал и развернул в рамках своей платформы, а это сторонние приложения, которым я дал доступ к своему каналу, да, для выполнения каких-то функций. Ну и вот здесь у меня есть приложение, связанное с интернет-вещением, есть приложение для администрирования мобильных устройств, и вот то приложение, которое мы сейчас попробуем использовать. Ссылка на запуск среды. Сейчас потребуется определенное время для загрузки. С помощью вот этой среды разработки мы, в принципе, можем создавать уже полноценные HTML5-приложения, которые могут работать на платформе. Сейчас мы на загрузим. Вот так вот она выглядит. Ну, сейчас мы полноценной разработкой заниматься не будем, а попробуем создать что-нибудь уже из готового шаблова. То есть, во-первых, здесь есть большое количество шаблова, которые мы можем использовать. Ну и в частности, я не знаю, слышали или нет, у нас есть специальная технология, теория называется, да, это, скажем так, технология проектирования пользовательских интерфейсов, основанная на ролевом доступе. Вот. И в соответствии вот с этой технологией здесь есть несколько вариантов феорий-приложений, которые вы можете, ну, взять как за основу. Либо, например, UI5-приложений, которые нашли наоборот. Это так называемые шаблоны. Ну и есть, к примеру, уже более-менее таких готовых приложений, допустим, приложения интернет-магазин, приложения администрирования продуктов и приложения для обработки заказа. Ну, это подобно, допустим, интернет-магазин. Выбираем вот этот шаблон. Next. Соглашается пользовательским. Соглашением. Создаем приложение. По сути, это уже будет практически полноценное приложение. Причем, кроме самой генерации кода, здесь также будут использоваться так называемые тестовые данные, которые мы можем использовать для того, чтобы запустить это приложение и посмотреть, как оно будет непосредственно работать. Так, ну, пока у нас идет генерация кода-приложения, давайте я... Расскажу вот еще об одной вещи. Сергей рассказывал, да, что вот в Хаме Cloud Platform, это, по сути, она составляет в себе три компонента. Инфраструктурные сервисы, сервисы базы данных и сервисы приложений. Вот те сервисы приложений, которые доступны в платформе, они как раз вот и сосредоточены вот на этой страничке. Здесь их довольно-таки много, но этот список не исчерпывающий. То есть в рамках реального, допустим, в Хаме, я не могу использовать сервисы на литике. Когда их будет здесь нет, я не могу получить доступ к администрации. Ну, и есть большое количество других сервисов. Давайте просто пройдемся по ним, что они себя представляют. Ну, вот первый сервис – это портальный сервис, который позволяет в рамках платформы создавать портальные решения. То есть там можно посмотреть его, что он себя представляет. Сейчас выхожу на его страничку. Перехожу в панель управления порталами. Называется этот сервис HANA Cloud портов. И в принципе здесь есть возможность создавать свои сайты. Эти сайты подсоединять к различным бюджетным системам. Использовать определенные уже готовые биджеты. То есть инструменты, которые мы можем размещать на страничке. Ну, и использовать какие-то уже готовые шаблоны. То есть здесь вот есть список шаблонов, которые мы можем использовать для наших сайтов. Ну, как сайт может выглядеть? Ну, допустим, смотрим. Например, сайта на HANA Cloud Web. Это вот шаблон спортивного сайта «Убойная команда». Здесь мы, соответственно, можем добавлять новые странички, добавлять биджеты, которые уже, то есть некие готовые элементы, блоки, из которых может состоять сайт. А менять параллели этого сайта, то есть настраивать какие-то другие параметры и в ходы того, что ввести аналитику по посещению этого сайта. То есть есть встроенный еще аналитический инструмент. Кто посещал, откуда посещал всевозможные графики статистики по посещению этого сайта. То есть, в принципе, это готовое решение для построения портального сайта. Следующий сервис — это Subgem. Subgem — это, по сути, некая среда, в которой вы можете размещать любой контент, то есть статьи, ну, то есть это, по сути, ну, как бы, чтобы для примера сказать, как бы как в Википедии какая-то, да? То есть те пользователи размещают какую-то свою информацию, обмениваются этой информацией между собой, комментируют другую информацию, ну и так далее. То есть, допустим, у нас вся документация, вообще вот все материалы, все информации и так далее, внутри компании Sub, она как раз он администрировается, и мы все работаем с этой системой Subge. То есть, это некое приложение, которое вы можете включить в ваше приложение на платформу, SubHana Platform и UOSIS. Следующий сервис — это HANA Cloud Code Public services, то есть это сервис, который позволяет, в принципе, создавать мобильные положения на платформу. Есть хороший пример. Допустим, компания дано с помощью вот этого сервиса моделизировала свои WKN-системы, как SAP, так и не SAP, и предоставила доступ к функциям и данным этих систем через всевозможные мобильные устройства, мобильные гаражи. Вот эти вот два сервиса, это сервисы, ну, по сути, некая интеграционная шина к платформе, которая позволяет вам, во-первых, получать доступ к другим облачным системам, да, или WKN-системам, ну, и настраивать определенные параметры по передаче, по безопасности передачи данных и так далее. Вот это сервис, это, по сути, сервис хранения, в смысле, документ-сервис, это сервис по обработке документов. Фидбэк-сервис, это возможность на ваше приложение встроить определенные инструменты, с помощью которых пользователь этого приложения, да, или в этого сервиса, может оставлять комментарий, ну, и делать какой-то фидбэк. Дальше, Lifecycle Management, это, по сути, управление жизненным цифровым приложением. Есть вот, недавно появился интересный сервис, который называется Authentication-сервис. Что это такое? То есть, по сути, это возможность строить ваше приложение, какие инструменты, ну, игровые инструменты, да, то есть, создать, допустим, в рамках, там, сайта, да, либо мобильного приложения, либо еще какого-то приложения, систему, допустим, распределения очков, систему, в которых у вас есть какие-то уровни, да, по которым пользователь может подвигаться, ему будут присылаться определенные очки, какие-то миссии создавать, ну, и, соответственно, все это дело ослеживать. В условии интересный вариант для того, чтобы ввести какие-то игровые элементы в ваших приложениях и в соотложениях. Ну, и большое количество других сервисов, я это, наверное, все уже перечислять не буду, но, по сути, из названия можно и понять, да, что они сейчас представляют. Давайте тогда посмотрим, что с нашим приложением, ну, вот оно создалось, в принципе. Мы можем попробовать его выпустить. Это вот то приложение, которое мы создавали на основании шаблона интернет-магазина. Ну, и вот, собственно, у нас появилась начальная страничка. Здесь мы можем выбрать, что, собственно, мы хотим запустить, посмотреть. Ну, давайте выберем приложение с уже какими-то данными, да, в данном времени. Чтобы мы просто посмотрели, что у нас представляет, как оно имеет, как оно имеет. Причем это приложение уже оптимизировано под различные расширения. То есть мы можем, да, помнить расширение и посмотреть, как оно будет выглядеть на различных экранах. Ну, вот наше вот приложение. То есть каталог «Товар», возможность заходить на страничку каждого товара, каждого продукта, возможность смотреть корзину пользовательскую, возможность добавлять товары в эту корзину. ЖНЛ-5, приложение, которое разработано в среде веб-иде на нашем платформе. Вопросы есть к этому моменту? Все понятно? Комменты Алина. А вы там говорили, если есть большое количество сервисов, да, стандартных? Да, да. Ну, вот я некоторые из них показал. Вопросы, а можно ли каким-то образом их кастомизировать? То есть это, понимаете, полный закрытый город? То есть есть какие-то стандартные настройки, которые мы будем производить? Или мы можем все-таки их как-то кастомизировать, писать, там, менять? То есть, к примеру, килинфикация. Это вещь вообще очень такая персонализированная, как каждый сервис. Как с этим работать? Ну, скажем так, те сервисы, которые я показывал, они уже преднастроены. Вы их пользуетесь как есть, да. В принципе, дорабатывать сервисы вы можете уже в рамках, ну, своего приложения. Да, то есть, как бы, используя сервис как базовую нервную функцию, да, вы получаете какую-то информацию, его используете по другому функционалу, вы же в рамках приложения его, собственно, как-то там видоизменяете, да. То есть, ну, вот это так. Еще пару вопросов вопросов. Ну, хорошо. Если вопросов нет, давайте тогда перейдем еще к одному примеру. Собственно, я хотел еще показать, как в рамках этой платформы мы можем настроить приложения для работы по технологии интернет-мещин. Вот мы видим, что у нас здесь есть еще один сервис доступный интернет-мещин. Давайте я сейчас ему зайду. По сути, это, скажем так, набор готовых инструментов, которые позволяют, первое, управлять вашими устройствами, которые должны подключаться к платформе. Ну, что значит управлять, да? То есть, когда мы можем зарегистрировать девайсы, мы можем, ну, схема здесь следующая. То есть, для того, чтобы нам к нашей платформе подключать какие-то девайсы, да, какие-то приборы и так далее, то мы должны вначале осуществить настройки этих девайсов. Настройка выполняется с помощью так называемой системы девайс-менеджмента. По сути, нам нужно настроить три, как бы, вида, да? То есть, во-первых, тип девайса. Тип девайса, это, по сути, определяет нам, скажем так, вид устройства, да, и тот тип данных, которые мы можем использовать для общения с этим устройством. К каждому типу устройства у нас подвязываются определенные типы сообщений. То есть, это, по сути, те сообщения, которые устройство обменяется с наших платформ. И дальше мы уже регистрируем каждое конкретное устройство, которое имеет свой конкретный идентификатор и авторизационный токен, который, ну, собственно, каждое вот это конкретное устройство вправляет и получает данные из этих платформ. То есть, соответственно, нам для того, чтобы работать с устройством, нужно сделать вот эту вот первоначальную настройку. Дальше, после того, как эта настройка сделана, мы можем уже использовать второй компонент нашего сервиса, это МЭС вещей, это Message Management System, да, МЭС, которая, по сути, собственно, позволяет вправлять сообщения в эти устройства, да, и получать из этих устройств эти сообщения. Сейчас, на данный момент, работа с устройствами организована, ну, вообще вот с этим сервисом, да, это, в принципе, реализована по другому протоколу, HTTP, или HTTPS, или BPS. Поэтому я управляю, давайте сейчас попробуем сделать какой-то пример, то есть, регистрировать устройство и симулировать общение с этим устройством по протоколу HTTP. Хорошо? Согласно? Так, ну, вот, первое, создаем девайс, тип девайса. Допустим, это будет устройство на основании Arduino. Arduino. Так. Вот, мы создали эти устройства Arduino, ну, сейчас, на данный момент, к этому устройству у нас не таких сообщений, тип сообщений, появляется. Дальше мы должны создать тип сообщений. Допустим, это у нас будет месседж промо-дивайса. То есть, то сообщение, которое приходит. Мы это сообщение подвязываем с типом Arduino Type и указываем на кроме, промо-дивайса. Дальше мы, собственно, описываем это сообщение. Ну, оно у нас будет простое. Допустим, будет состоять из какого-то значения, типа его же. А в сообщении могут быть следующие типы данные. И, допустим, какой-то метод временной грудки ТСТ, типа ОООО. И, допустим, все, создали соответствующие сообщения. Вот, с такими буквами аппаратами. Ну, и последнее действие, которое нужно сделать, это уже зарегистрировать конкретное устройство и получить его авторитационный код. Захожу в раздел устройства, пишу, допустим, Arduino device. Это устройство имеет типо длинно-тайпа. Создать. Все устройство создано. Вот у нас есть соответствующий токен. В всяком случае его дополним. И идентификатор этого устройства. Все. Настройки сделаны. Да, то есть, по сути, мы подключили к нашей платформе определенное устройство на базе микросхемы АКБИ. Дальше мы, в принципе, можем каким-то образом поработать с этим устройством, по крайней мере, сымитировать работу через вот эту вот панель ММС-кутки. Я ее открываю. Что здесь есть? Во-первых, здесь есть возможность смотреть те сообщения, которые были присланы устройствами в нашу платформу, мы потом посмотрим, да. Можно отсюда отправлять сообщения из платформы устройства, да, сообщения определенные. Можно смотреть список уже зарегистрированных девайсов. Ну и можно каким-то образом сымитировать работу с этими устройствами через вот эти два инструмента. Соответственно, первый инструмент использует протокол ШКИПИ для обмена данным, и второй инструмент использует протокол WebSource. Давайте попробуем через ШКИПИ. Задача следующая. У нас есть устройство, и нам необходимо от этого устройства получить какое-то сообщение, которое потом положить в очередь сообщения в наши платформы. Для этого я использую так называемый sample client, и, соответственно, для обмена сообщениями используется протокол REST. То есть мы видим здесь строку запроса, которую, собственно, устройство должно отправить в нашу платформу, а в этой строке у нас главная лоб – это идентификатор этого устройства, которое потом посылает сообщение. Этот идентификатор давайте мы его как раз раскопируем. в строку запроса. Дальше мы должны модифицировать то сообщение, то есть те данные, которые устройство присылает в платформу. Это сообщение написано в формате JSON. Оно содержит, по сути, три основных блока. То есть первый блок – предтайки сообщений синхронной и асинхронной. Второй блок – это идентификатор сообщений, который определяет структуру сообщения, которое будет от устройства присылаться. Ну и дальше потом непосредственно платок данных, то есть те данные, которые устройство присылает в нашу платформу. нам, соответственно, нужно отсюда скопировать идентификатор с типом сообщений. Я его подставляю во второй программе. Ну и дальше, в соответствии с этим типом сообщений, я немножко поменяю структуру данных. То есть у нас в сообщении было только два поля – value и time stamp. Ну и, соответственно, вот эти данные здесь указаны. Все, мы сформировали строку, да, которую, в принципе, можно послать в HCP для того, чтобы он структуру с данными сохранили себя. Я нажимаю кнопочку «пост», вот, и система мне выдает определенный опыт, да, то есть то, что платформа выдавала в рабочий. Дальше все эти сообщения можно посмотреть вот в этом интерфейсе. Вот дисплей просмотра сохраненных сообщений. Здесь есть ряд служебных таблиц, которые используют эти сервисы для своей работы. И есть те таблицы, которые создаются для каждого конкретного девайса в зарегистрированном системе. Ну и, допустим, вот у нас один из девайсов. Вот как раз те сообщения, которые мы посылали этому девайсу, они сохраняются вот в этой ручке. То есть просто, допустим, было три сообщения, они здесь сохранены, их можно здесь посмотреть. Здесь, допустим, очередь сообщений для любого устройства, у которого уже три типа данных мы посылали. Ну и так далее. То есть это вот пример, такой простой, конечно, пример, каким образом можно использовать вот эти вот сервисы для работы с технологией интернет-вещения. Вопросы, пожалуйста. На самом деле, я единственное, что добавлю, в рамках самой платформы и базы данных, как HANA, как базы данных, есть такая вещь, которая называется ESP, Event Stream Processor. Да, если здесь мы говорим о том, что мы получаем и как-то уже внутри базы обрабатываем наше сообщение, да, которое сохраняется в какую-то табличку, то ESP, который вы также можете использовать, работает несколько по другому формату. Он информацию не сохраняет, он работает с потоком, который к нему поступает от различных сервисов. Это может быть какие-то внешние сервисы, которые будут выталкивать к нему данные, либо он сам может запрашивать их с какой-то периодичностью. И его особенность, если здесь мы говорим о том, что дальше мы уже логику пишем самостоятельно, как эти сообщения обрабатывать, то там есть возможность обработки комплексных событий, например, когда у нас окно в течение пяти минут, да, вот то, что мы делали с компанией «Северсталь», когда необходимо было в рамках десяти минут соотносить следующее событие – создание финансовой проводки внутри ERP-системы, обработка информации с датчика взвешивания машины, информация с того, что колдовщик внес, когда, собственно, проводил товары из машины, и четвертое – это информация с датчика того, как машина взвешивалась на выезде из склада. Все эти четыре события по отдельности особо никакой информации в себе не несут. Но при этом, когда мы их обрабатываем как некое комплексное событие, то есть какое-то происшествие, здесь и появлялась тема фронт-менеджера, которой, собственно, «Северсталь» занимался и сейчас до сих пор занимается – определение того, нет ли где-то мошенничества в рамках отгрузки-выгрузки товаров и проведения его по системе. И за счет этого, за счет того, что мы рассматриваем ситуацию не как какие-то отдельные события, а как единое комплексное событие, появлялась такая возможность. Собственно, у вас там, возможно, всевозможные сценарии, можно это использовать, да, в рамках любых сценариев, как ритейл, так, не знаю, банковского сектора. То есть есть и такая возможность не только как события с девайсом получать, но и обрабатывать их как некие сложные события. Дайка. Да, ну и давайте в конце я просто покажу еще ряд ресурсов, которые могут быть полезны для того, чтобы начать работать с нашей платформы, например, на HANA Cloud Cloud. Ну, первый ресурс, основной ресурс, это, собственно, вот, начальная домашняя страничка HANA Cloud Platform по адресу HCP и Software. Да, то есть здесь, в принципе, есть основная информация по этой системе, примеры клиентов. На самом деле, HCP уже довольно-таки активно используется по всему миру, и довольно-таки крупные компании уже, так или иначе, в своих сценариях используют эти инструменты, там, Siemens, допустим, Donovan, Shell и так далее. И, собственно, вот, те ссылки на другие источники, да, которые необходимы для того, чтобы начать работать с этой системой. Дальше, вот эту страничку я уже показывал. Это, собственно, ссылка на те инструменты, которые вам потребуются для того, чтобы разрабатывать приложение HANA Cloud Cloud. Есть еще страничка с примерами различных демо, да, использования этой платформы. Ну, и вот хочу просто привести в качестве примера. Вот на HANA Cloud Platform недавно создали очень интересный сайт, который называется «EachServe». То есть это, по сути, некая социальная сеть для путешественников, которые путешествуют по всему миру и готовы в рамках своих путешествий оказывать какие-то услуги, да, как волонтеры в качестве обучения. Причем обучение, начиная, там, допустим, в иностранном языке, да, и заканчивая, там, хоровым пением и так далее. То есть, по сути, в рамках этого ресурса есть некая карта, да, в которую мы можем посмотреть, допустим, в организации, которые, там, нуждаются вот в таких вот волонтерах, да, которые готовы оказывать услуги. Например, там у нас есть две зарегистрированные организации, в туалет и филология. Можно посмотреть, зайти на страничку этой организации, посмотреть, собственно, что за организация и какие, в каких услугах она нуждается. То есть, ей нужны люди, которые могли бы ввести какие-то курсы по интернету и по информационным технологиям. Ну, и также с помощью этого ресурса мы можем искать путешественников, да, с другой стороны, да, которые готовы эти услуги оказывать. То есть, это вот, ну, по сути, пример какого-то полноценного приложения, полностью созданного в рамках HCP, да, и, как бы, ну, интересная работа. Дальше. Если у вас это все заинтересовало и вы хотите получить уже углубленные знания, да, по этой платформе, у нас есть так называемый ресурс OpenSup.com, то есть, это, по сути, онлайн-курсы. Попробуем, онлайн-курсы по, там, ну, различным программным освещениям в САП, в том числе и по HANA Cloud Platform. Для HANA Cloud Platform сейчас на данный момент доступно три курса, то есть, это ведение платформы, это следующие шаги по платформе, и там еще один курс, связанный с расширением приложения с помощью платформы. Можно регистрироваться, получать аккаунт и слушать эти курсы, выполнять задания, тестировать себя и получать уже определенные знания. Есть ресурс для разработчиков, то есть, тут, в принципе, очень много всевозможной информации уже есть по конкретной разработке на этой платформе и по решению различных задач и вопросов. Ну и, собственно, есть полноценная документация в английском языке по всем инструментам, которые входят в эту платформу. И также есть на GitHub наша страничка GitHub.com.sub, в котором приведены примеры различных приложений и в том числе есть вот такой, ну, скажем так, стартер-пит для того, чтобы начать работу с сервисами интернет-прощения. То есть, можно зайти по этой страничке, здесь, в принципе, полностью расписывается, ну, дана документация по интернету вещей от SAP и дано примеры приложений, да, которые нужно отрабатывать с помощью нашей платформы для интернет-прощения. И также есть уже, скажем так, полноценный магазин приложений, который написан на HCP, HANA Cloud Platform, которые там компании могут использовать для своего бизнеса. И вот это с одной стороны. А с другой стороны, партнеры через этот магазин могут свои приложения продавать, в принципе, по всему миру. Так, на этом все. Если вопросов нет, тогда я передаю слово. Слово. Наверное, ты расскажешь пару слов. Хотел бы еще раз сказать, как вы свои страны... Ну, всем еще раз, здравствуйте. Да, я, конечно, не знаю, настолько хорошо было это видео на съемке, как мне сказали, что большая часть тех, кто мог бы здесь быть, все-таки будут смотреть потом, наверное, видео. Совершенно верно. Потому что хотелось бы... Ну, что мы говорили, будет как-то человек 30 будет, да, на самом деле. Все так узнали, что видео будет решено. Ну, если кто-то все-таки захочет поднять это самое тяжелое место и начать работать в том направлении, о котором мы сейчас говорили, а именно создавать свои приложения на базе SAP HANA или даже SAP HANA Cloud Platform, то у нас есть возможность поддержать. Я, правда, тоже не стал особо честным сторонником менять то, что уже было. Эта презентация, она использовалась в моем процессе «Раш-стартап-тон» вместе с коллегами из полку и с оппонентами. Города мы рассказывали о том, как с нами можно сотрудничать. Поэтому здесь я некоторые слайды просто опущу. Они были вводными. Мы рассказывали, зачем и что это нужно, как мы, собственно, строим нашу модель. А здесь я сейчас просто расскажу о том, как мы можем поддерживать и кого. То есть мы очень много, наверное, с разного рода партнерами. Для нас важно, что мы как платформенный вендор, HANA является у нас технологической платформой, а не просто эволюционная база данных. Для нас важно, чтобы росла эта система, вот эта технологическая платформа, чтобы независимые разработчики, будто стартапы или не стартапы, могли разрабатывать свои решения на наших технологиях и вносить свою добавленную стоимость и продавать своим клиентам. Существует несколько способов такого взаимодействия. Первый способ – это OEM-модель. Он подходит тем компаниям, которые сами полностью знают, что и могут сделать все на нашей платформе, на чужой какой-то платформе еще плюс. То есть полностью целиком будет сработать самостоятельно свое решение и целиком самостоятельно его продавать на рынок. Для этого, так как если они используют наши технологии, все, что им нужно – это заключить OEM-соглашение, чтобы иметь полное право внутри своего решения продавать его нашему HANA. Через клауд или фринец. Но показывает практика, что в большинстве случаев все-таки у нас… поскольку эта платформа достаточно новая для рынка, то наши партнеры чаще всего все-таки нуждаются в некоторой большой поддержке. Кому-то это нужна поддержка в том плане, чтобы мы рассказали больше, ввели в курс технологий, кому-то, чтобы мы помогли экспертизы в разработке, кому-то дали доступ к технологиям и так далее. Поэтому у нас разработан целый ряд программ, которые помогают наших партнерам вести свои разработки и коммерциализировать решения. Не все из них заточены непосредственно под стартапы, но все они заточены под независимых разработчиков. Вот одна из них, которая касается, может, в большей степени, участников Сколково – это программа Substartup Focus. С одной стороны, она четко заточена под стартапы, причем достаточно широкого понимания, но с другой стороны, у нее достаточно высокий фокус на технологии из IPХ. Другая программа по расширению Partner Age Fabrication Development, отличается от стартап-фокуса тем, что у нее уже не одна какая-то конкретная технология, а есть шесть различных удовлетеней, показанных кластеров технологий, которые можно использовать, войдя в программу по тому или иному направлению. И далее идет лаборатория совместных инноваций CoInnovation Lab, которая называется, это уже наиболее продвинутая с технологической точки зрения программа, рассчитана она на разработчиков, которые очень хорошо понимают, что им нужно делать, какие у них ресурсы потребуют и какие технологии им нужны. То есть при этом они создают достаточно уникальное решение, создать которое в рамках стандартизованных программ при этом получится. Вот для таких компаний CoInnovation Lab разворачивают индивидуальный персональный ландшафт для разработки и оказывают такие персонифицированные поддержку экспертов в области нашей технологии. Ну и есть программа университетского альянса, это наши предприятия, которые занимаются работой с университетами, они поддерживают в какой-то степени бизнес стартаперских студентов и молодежи, это такой младший град сам стартап фокус программы. Ну что дают эти программы? Стартап фокус да и все остальные дают какие-то простые вещи. Они, во-первых, дают доступ к самой технологии, во-вторых, доступ к учебным материалам, во-третьих, доступ к теологических экспертизах, к экспертизе, к нашим экспертам, возможность консультироваться при создании приложения. Кроме того, они дают возможность общаться с себе подобными людьми, что тоже немаловажно, и участники технопарка, сколько участников, сколько это, я думаю, могут оценить, поскольку они варят соды. В своем сообществе, но здесь есть сообщество уже международное, это программа международная. Кроме того, есть возможность разговаривать с нашими партнерскими венчурными фондами, и есть такой фонд как «Сад Менчест», который все время был основан SAP, но действует как независимый фонд, для того, чтобы по рекомендации этой программы быть рассмотренными на получение инвестиций. Кроме того, «Стартап Фокус» хороша чем? «Стартап Фокус», в отличие от других уже программ, она бесплатная, то есть входящие в нее участники не платят за участие в ней денег. В то же время «Стартап Фокус», так же, как и все остальные наши программы, как SAP, вообще мы не входим в долю этих стартапов, то есть мы не требуем за нашу поддержку какую-то долю. Для нас это важно тем, что мы развиваем нашу технологическую платформу с точки зрения бизнеса. «Стартап Фокус» программа, если говорить конкретно о ней, это программа для тех стартапов, для тех компаний, которые хотят разработать свои приложения в области анализа и обработки больших данных, в области ведения бизнеса в реальном времени, в области прогнозной аналитики, в чем неважно, собственно, в какой отрасли, будь это генеральная инженерия, e-commerce, это базовая технология, она может применяться абсолютно в любой отрасли экономики. И при условии, что они готовы и хотят, вот эти товарищи, делать свои решения, свои аппликейшны, строить на базе нашей базовой технологии Сайпехана, они могут спокойно стать участниками этой программы. Стать участником довольно просто, достаточно… Мы проводим, во-первых, периодический сам-форум, о котором рассказываем более подробно все, что я говорю, но можно, в принципе, стать не без этого этапа, достаточно через веб-сайт, там была ссылочка, подписать в электронном виде соглашение, а не разглашение взаимное, чтобы мы не могли, так сказать, не могли делиться схем ненужной вашей информацией. И самая важная вещь – это HANA – Case Description, то есть написать, что вы, собственно, собираетесь сделать на нашей технологии, почему вам нужна HANA, то есть показать оплевантность нашей технологии, потому что никто не будет, собственно, работать в данном случае со стартапом, который делает сайт по доставке пиццы в окрестном микрорайоне, потому что HANA совершенно не нужна. То есть надо показать, что действительно наша технология вам поможет достичь успеха. И когда компания, ну, мы принимаем решение на основании HANA, что действительно этот стартап в эту программу вполне по праву должен войти, он нуждается в нашей поддержке, в нашей технологии, начинается работа. Соответственно, он после получает некие учебные материалы, чтобы лучше ознакомиться с технологией, и приступает к работе с прототипом, используя поддержку наших технологических экспертов в области технологии. На тот момент, когда компания создает прототип, если такое происходит, и становится видно, что этот прототип вполне имеет рыночный потенциал, и нужно начинать уже работать над продуктивной версией, включается параллельно то, что мы называем Golden Market поддержкой. То есть мы помогаем компании, собственно, составить Golden Market план, мы начинаем показывать, продвигать всячески этого партнера, показывать на выставках, на конференциях, даем возможность встречаться с нашими клиентами, если такая потребность возникает, знакомимся, соответственно, с их решением наших продавцов. Плюс такая немаловажная вещь, как сертификация SAP проходит в ранг, эта программа, вообще-то вещь достаточно дорогая, но вот участники этой программы в определенном мире могут пойти в сертификацию прямо здесь, и когда такой стартап, такой партнер приходит к кому-нибудь из наших клиентов, которых больше 960 тысяч по миру, то очень многие уже столкнулись с тем, что сразу задают вопрос, вот у нас стоит SAP, ваше решение с SAP, оно нормально работает там? И если вы говорите, да, но SAP certified, собственно говоря, определенный порог вот таким образом преодолевается. И пока компания начинает работать на продуктивное решение, в процессе ее создания мы уже помогаем им продвинуть это решение на рынок. Ну, как я и говорил, что решения могут из самых разных областей, вот здесь вот приведены примеры областей и отраслей, в которых создаются наши решения. Это и, ну, больше видно, что было примерно четверть участников нашей программы, создают пока их в области визуализации, там, анализов данных, маргетин-сайта. Но, тем не менее, уже презентация, честно говоря, уже данных, конечные данные, сейчас динамика, она меняется, потому что все больше становится стартапов, интернет-сайта, машина-машина, машина-машина взаимодействует. Еще год назад это было 10%, сейчас, конечно, уже, я думаю, это процентов 15 составляет участников. Стартап-фокус программы всего по меру, здесь вот написано 1700, на последние данные, что уже перешло количество, перешло за две тысячи участников по миру, которые уже разработали порядка полутора сотен продуктивных решений. В России пока это продвигается не такими темпами, как нам хотелось бы, видимо, потому что мы все-таки даже ментально отстаем в нашем технологическом прорыве. За все время прошло порядка семи стартапов. Вот сейчас является участником, наверное, наиболее успешным сколковский стартап «Навиджер». Через сколковом они пришли, и мы возлагаем на них надежду, что они будут продвигаться дальше, поэтому мы с ними хорошо взаимодействуем. Но если у вас все в порядке с английским, если у вас есть идеи в области интернета вещей, там, где гигатора Хана сегодня является очень хорошей платформой, то мы, пользуясь случаем, хочу пригласить всех, кто нас смотрит по видео и слушает здесь, эту программу, потому что мы реально можем поддержать ваши разработки и ускориться. То есть стартап-фокус программы – это, своего рода, такой корпоративный акселератор. Ну, здесь я хотел показать целый ряд примеров участников стартап-фокус программы, тех решений, которые мы провели. Я не буду подробно останавливаться на всех, останавливаюсь вот на этом первом, поскольку очень хороший пример, который демонстрирует те возможности, которые эта технология дает. Одна из основных фишек от ВИХана – это возможность совмещения OLAP и LTP-кубов, то есть аналитики и транзакции, что дает возможность вести бизнес в реальном времени, real-time бизнес. Так вот, что сделали? Буквально два разных решения, которые делают примерно одно и то же, а разные участники сделали. Одна – это компания BigPoint в Германии, которая сама разрабатывает компьютерные игры, социальные игры. И компания Sagamore в Сингапур, которая сделала этот бюджет и, наоборот, продает его другим производителям. Так вот, что делают их решения? Их решение по некоторому заданному там внутри себя алгоритму анализирует поведение всех игроков, которые вот играют, допустим, онлайн игроков. Их может быть одновременно миллионы или там всего несколько миллионов подписчиков, с которых там несколько сотен тысяч одновременно может играть. Вот на основе этого алгоритма, анализируя все предыдущие действия, этот движок делает вывод о том, что в какой момент тот или иной игрок будет наиболее готов купить тот или иной артефакт. Потому что в онлайн-артефакте, вы сами, наверное, все понимаете хорошо, что если там нескими секундами до того, может, что не так нужно. Если на пару секунд опоздать, то тебя все убили, ты можешь с самого начинать уровень, там, игру, и тебе этот артефакт уже будет не нужен. Когда он нужен именно вот лошадь и дорога к обеду, в нужный момент появляется вот эта возможность. Поскольку все это стоит не таких больших денег, человек не задумываясь покупает этот меч-кладенец там или какого-нибудь, была сторожа, не знаю. Не важно, что там такое яркое, пушистое и волшебное, что дает им возможность продвинуться дальше по игре. Таким образом, это решение, с одной стороны, увеличивает монетизацию, увеличивает средний чек, что называется, с игрока, и плюс повышает конверсию бесплатных игроков, платные игроки, потому что это становится очень просто делать. То есть, с одной стороны, здесь видны явные бизнес-выгоды, с другой стороны, это хорошо показано, что эта технология может дать. Точно так же, как в ритейле, можно идентифицировать, у нас есть, собственно, решение Precision Marketing, которое создается Precision Retailing, когда человек приходит в магазин, там, в гипермаркет, его идентифицирует система, и на основе анализа истории покупок может выдать индивидуально персонифицированное предложение, там, либо с промо-акцией, либо там напомнить, что ты, там, ты, там, покупал, там, постоянно в течение, там, года, там, какие-нибудь там, танкерсы четвертого размера, ну, неважно, там, макароны такие-то, вот, а тут последние две недели ты уже не покупал, может быть, ты забыл, они находятся там. Различные такие месседжи просто инфицированные можно посылать в реальном времени, чем увеличивать, собственно говоря, свои доходы. Вот, есть компании, которые создавали решения, там, для бизнес-аналитики в реальном времени, тоже, вот, для ровницы, и компании, которые занимались превотвращением финансового мошенничества, анализируют транзакции по банковским картам, в частности, в мелкоматах. Вот, Липит-аналитик, которая, компания, которая очень интересное решение из этого сделала, в частности, она применяется в пивобарной промышленности. Тогда они подсчитывают количество произведенного разных сортов пива и прогнозируют того, сколько, собственно, чего нужно, и можно менять, можно, в смысле, не только на производстве, они посчитывают, в частности, вот это, у потребителей этих баров, когда можно заранее будет прогнозировать, какого пива, сколько людей можно произвести и куда завести. Вот. Это одна программа. Есть другие программы. Сам партнер речи for application development. Она уже не рассчитана только на стартапы, то есть ей уже все равно, стартап или не стартап. Основная разница в том, что, во-первых, там спектр технологишей, их вот шесть основных видов технологий, в том числе, есть SAP HANA Cloud Platform. Потому что, если та предыдущая программа, она была именно на SAP HANA, как вот базу данных рассчитанной, в большей степени платформе, есть акцент на SAP HANA Cloud Platform. То, о чем рассказывали наши коллеги. И она, в отличие от SAP Startup HANA, она все-таки платная. То есть инвестиции небольшие, в большей степени для того, чтобы, так сказать, подтвердить серьезность ваших намерений в размере 2,5-3,5 тысячи евро в год за каждые из шести моделей. То есть не за каждые шести моделей, а минимум 2,5 тысячи евро в год, в зависимости от того, что вы выберете первый модуль, а дальше по 500 и плюс 500 евро еще за каждый модуль добавляется, если это нужно. Но это не всегда бывает нужно. То есть это невеликие деньги. Она предоставляет примерно все те же опции, только вот с учетом более широкого спектра технологий. И плюс у них там большой акцент идет также на то, что поддержка на уровне уже коммерциализации осуществляется, по-моему, через SAP Store. Есть у нас, как есть Apple Store, у нас есть тоже свой SAP Store, где бизнес предложения можно распространять. Хотя, в принципе, никто не запрещает компании статафору завеститься на SAP Store тоже. и, как я говорил, есть лаборатория совместных инноваций, CoinInnovation Lab, которая наиболее продвинутая из всех программ, которые тоже участвуют нужно уже, внося определенную сумму денег, тоже не очень большую, но побольше, чем в партнерах, у меня, конечно, не надо, но все зависит от того, что вам требуется. Но это уже для продвинутых разработчиков, которые четко понимают, что они хотят делать, которые создают некий уникальный продукт, который трудно, так сказать, вписать в стандартизованные рамки двух других программ, о которых я говорил, но под которые уже будет создан индивидуальный ландшафт для разработки, компаний, которые в этой программе, возможно, рассматривают для привлечения вообще весь спектр технологий ЭСА, то есть нет такого ограничения там одной технологии, или там по шести вот этим модулям технологий, здесь будет все делаться персонифицированно по трансработчику, поэтому участниками такой программы нашими партнерами становятся как компании локальные, небольшие, так и компании глобальные, достаточно известные по меру в принципе даже Pricewaterhouse по какой-то степени там сотрудничает у них и свои люди по разработке в рамках этой программы, из компании, которая здесь известна, вот из КОГ, есть такая компания ИСТ, это нельзя назвать стартапом, но в рамках этой вот, innovation lab, они создали свое решение digital mining, цифровое месторождение, для соответствующих клиентов, был проект с E-PAM, в innovation lab, ну и с рядом других вендоров, собственно говоря, нужно перечисление закончить, то есть всяческие лица мы будем там, эту программу, мы будем продвинуты в разработчике, в любую, в общем-то, сфере, которая касается, ну и, собственно, давайте я попрощу, наверное, про студентов, поскольку здесь мы немножко другую тему занимаемся, поэтому, если есть желание, презентация вам тоже покажет, в принципе, есть у вас контакты через вот, Александр, через Ивана Киреева, всегда можно контактировать напрямую, мы уже поможем сориентироваться с такой, какой из программ лучше выбрать. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Ну, чтобы еще будет рассылка, да? Информацию рассылка. Да, зашлем, стараемся, но единственное, ту часть, которую мы с Георгием показывали, мы ее показывали больше в некотором интерактиве и рисовали, поэтому, я думаю, если будут вопросы с точки зрения вообще по технологии, вы задавайте его через Александр, и там как-нибудь уже на нас выйдут, и мы уже поделимся информацией, да? То есть у нас, безусловно, много презентаций, много всего там интересного. Будут вопросы, задавайте, да? Постараемся ответить. Ну так, подводя итог, мы в целом рассказали про то, что из себя представляют технологии, постарались показать, как ее можно использовать, и главное, рассказали, почему с САПом это дело действительно вам, как стартаперам, или начинающим проектам полезно, да? Чем мы вам можем помочь не только технологически, но и как продавцы, да? Программного обеспечения. Надеюсь, было интересно, да? Не так много народу осталось, как мы ждали с самого начала, но ничего страшного, я надеюсь, кто-то нас увидит еще там по видео. Так что, спасибо вам большое, да? Приглашайте еще, если было интересно. Все, спасибо. А что-то спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо.